МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда чуть больше года назад блокаду Ленинграда в суде Санкт-Петербурга официально признали геноцидом, в западной и либеральной прессе это называли запоздалыми политическими манипуляциями. Ну, кому это нужно спустя 80 лет? Знаете, я же вырос в Ленинграде и помню время, когда никому не надо было объяснять, что такое блокада. Люди просто помнили, это было священное. Но где-то в конце 80-х границы священного вдруг сдвинулись и стали исчезать. И в конце концов стали говорить, что, возможно, для самих ленинградцев лучше бы было принемцев, они же люди культурные. А теперь представьте, только представьте, что кто-то на Западе пошутил также про Холокост. В лучшем случае его карьера будет уничтожена. Я вам только что про это рассказывал. Но он может получить и тюремный срок, потому что границы священного законодательно защищены, несмотря на все декларируемое свободомыслие. Или я преувеличиваю, спросим у экспертов. В студии программы Политпрайм Юрий Васильевич Пикалов, профессор высшей школы педагогики и истории, педагогического института ТОГУ, доктор исторических наук, лектор общества знания и Евгений Геннадьевич Володькин, директор филиала российского общества знания в Хабаровском крае. Здравствуйте. Но сначала вопрос историку. Я не преувеличиваю, когда сравниваю блокаду Ленинграда с Холокостом? Вот для русского народа это же Холокост? Да, конечно, самый настоящий. Потому что Холокост – это название для одного народа, а вообще-то это геноцид, который был не только по отношению к евреям, а по отношению к армянам со стороны, скажем, Турции. Ну и много чего в истории такого было. Это когда массово уничтожается народ только по этническому признаку. Другой народ, который завоевывает его территорию, хочет избавиться от этого народа и сам эту территорию захватить. Поэтому, конечно же, миллионное, больше миллиона, чем потери в блокаду Ленинграда и мирного населения гражданского от варварских артобстрелов. И солдаты, матросов, которые защищали Ленинград, тоже погибло значительное количество. Это все можно признать геноцидом. И не будет никакого преувеличения. Потому что такая жестокость, бесчеловечность поступков нацистской Германии в отношении Советского Союза, в данном случае мы говорим о Ленинграде, полностью подпадает под это определение. Вообще, сейчас же доказано, что и изначальной целью Гитлера было именно уничтожение города. Не захват его, а именно уничтожение вместе со всем населением. Абсолютно верно. Мы можем прочитать, сейчас это все доступно, приказ как раз Гитлера на блокаду Ленинграда, и там сказано. Мы блокируем, у него там есть такое слово, герметизируем Ленинград на всю зиму. То есть люди голодные, без всего, без поддержки. И бомбим всеми имеющимися средствами. Артиллерии, авиации. Весной, тех, кто останется живыми. Мы вывозим концлагеря. И затем город сравниваем с землей. Прямо так написано в приказе. А территорию Северной Невы отдаем финнам. Вот все, что планировалось со стороны нацистской Германии по отношению Ленинграда. И никакие сказки про то, что надо было... Культурные люди. Да, культурные люди. Ну, наверное, с Парижем сравнили. Там же все было замечательно. Ничего подобного для России, для Советского Союза не планировалось. Это была другая история. Прорыв блокады в СССР был, да, тайным, как я помню. Ну, вы сами помните. И трагическое, и героическое одновременно, да. А потом, в 80-е, стали героическое все больше из этого убирать. Стали писать, что Ленинградом пожертвовал Сталин, потому что у него были неприятные ассоциации с этим городом. А потом стали писать, что партийное руководство жировало, пока люди голодали. А потом и о том, что вот фельдмаршал Маннергейм, финский, он якобы любил Ленинград, поэтому его спас. То есть, из предмета национальной гордости, это постепенно стало даже национальным позором. Вот на ваш взгляд, почему это все вылезло? Это вылезло в конце 80-х годов. Почему? Потому что тогда правящее руководство Советским Союзом, но во главе с Горбачевым, Михаилом Сергеевичем, они, начиная с 1988 года, стали активно проводить политику гласности и демократизации. Гласность означала, что теперь нет запретных тем, и можно говорить все, что ты хочешь. Но главный... Гласность – это исчезновение ответственности за свои слова, да? И если до этого все те фейки, все эта грязь, которая про нашу историю сочинялась на Западе десятилетиями после Второй мировой войны, оно сдерживалось вот этим так называемым железным занавесом, то после этого, после 1988 года, это все хлынуло в нашу страну. И вот эти все рассказы про то, что не надо было Ленинград оборонять, людей мучить, надо было его сдать, вот как другие же города сдавались, о чем мы вот только что с вами говорили. И людей бы оставили живыми, и город бы прекрасно остался, ничего бы не осталось. Я говорил уже о приказе Гитлера, и что планировалось сделать в отношении Ленинграда. Поэтому все эти разговоры, и про Сталин какой-то неприязненный, это все чушь, чушь, дичайшая. Сталин был абсолютно вменяемый человек. Он не мог из-за какой-то неприязни взять и целый город отдать. И не жировало там никакое вот это партийное руководство. Ну, сто раз доказано, что это были фейки, фотографии, сделанные в другое время. Конечно, конечно. Это все специально. Исходя из хрустальной, назовем так иронично, мечты западных пропагандистов изменить, сломать сознание российского народа, превратить его историю с героической в позорную, чтобы он ею стыдился. И потом бросил эту историю, предал свою историю, и пошел, так сказать, в обнимку с Западом. Мы это уже проходили в 90-е годы. Евгений Геннадьевич, теперь вопрос вам. Вот если вспомнить тот же холохост еврейского народа, то ведь не только отрицание, но даже ревизионизм холокоста это уголовное преступление, причем в большинстве западных стран. Ни в одной. Почему мы так терпимо до сих пор относимся к тому, что наше национальное достоинство унижают? Ну, в самом деле, и отрицание, и искажение истории в отношении нашей нации, нашей страны, это действительно такие оскорбительные акты. Но, к сожалению, те, кто ведут себя по отношению к нам, ну так можно сказать, недостойно, это, к сожалению, их выбор. Ну, все же, по моему мнению, я как человек, выросший и воспитывавший в России, человек всегда должен оставаться человеком, и все наше поколение всегда в моем возрасте воспитывалось именно на этих основах. И, ну, отвечать какими-то обратными действиями, это не вариант, оставаться, позволять себе оставаться, сохранять лицо, вести себя достойно, это самое главное. Вот. И, несмотря на то, что не один раз довольно много, особенно в части истории, были такие прецеденты, искажения истории, чтобы как раз оскорбить Россию, мы, как Россия, всегда были против геноцида, если говорим мы сейчас об этом. И остаемся больше миротворцами и сторонниками, но все же, человека ориентированного такого позиции в пользу людей. Юрий Васильевич, ну, скажите, как историк, действительно, историю России же периодически пытаются переврать, мы про это уже рассказывали, это во времена еще Ивана Грозного, но в ответ ничего подобного же, мне кажется, что Россия никогда себе это не позволяло, да? Мы не смешиваем с грязью другие народы, даже если мы с ними сейчас не в друзьях. Да, это наша принципиальная позиция. Как помните, герой Бодрова говорил, в чем сила, американец, сила в правде. Вот, у кого правда, того и сила. Вот мы такая страна, у нас правда, мы считаем себя силой, сильной страной, великодушной, мы не скатываемся, как Владимир Евгеньевич правильно сказал, на подобные же акции в отношении других стран. Мы считаем так, они со своей историей сами разберутся. И нам не подобает скатываться, сочинять что-то, мы говорим только правду. Ну, наша история еще чем хороша? Она тяжелая такая, героическая, но нам не надо ничего придумывать. Настолько это вот, она сама есть, образ патриотизма, любви к родине. Вот любое поколение возьми в любой век, и это будет незыблемо. Причем, на мой взгляд, оно такое спокойное, без надрыва. У нас такого нет, на мой взгляд, уропатриотизма, как сейчас на Украине. Да, 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 мы не скатились для того, скажем, до чего они там, кто не скачет, тот москали и напридумают. Другой вопрос – ответственность. Вот вопрос обоим. Мне кажется, нынешнее ужесточение определенное, есть показательные процессы, мне кажется, совершенно неизбежны и даже необходимы. Мне кажется, это надо было начинать раньше, да. Ни в коем случае нельзя заставлять людей думать одинаково, но просто уважать достоинство всего народа, мне кажется, обязанных каждый человек. Да, конечно, безусловно. И то, что сейчас проводится, та политика в сфере надзора и за средства массовой информации, и закон специально издан, очень хорошо, да, что закон, мы понимаем, чтобы не каждый решал, что там правильно, а это закон есть. Это очень цивилизованно, очень правильно и благородно. Ну и, во-вторых, ситуация такая, что мы не можем себе позволить разъедать наше сознание и поклепы, фейки вот эти распространять в информационном поле о наших солдатах героических. Это нельзя. Это как в хирургии, да. Если возникла опасность, надо отрезать, иначе весь организм погибнет. Надо делать операцию. И, Евгений Геннадьевич, недаром вас позвали. Вы представитель общества знания в Хабаровске. Так получилось, что даже не одно, два поколения русского народа выросло на фейках фактически, в том числе про блокаду Ленинграда. Сейчас, видимо, общество знания исправляет вот эти пробелы. Да, все верно. Старшему поколению общество знания, которое проводило просвещение в свое время, помнится как очень авторитетная организация, которая несла знания людям. В 2021 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в обращении к Федеральному собранию предложил возродить общество знания и вернуть ему те задачи, которые были определены ранее. И он сказал очень серьезную и важную вещь, что главная ценность 21 века — это знания, в первую очередь. И знания должны быть доступны как основная ценность общества до каждого человека. И целью российского общества знания как раз является проведение просвещения, в первую очередь, населения через всевозможные форматы мероприятий, мастер-классы, форумы, какие-то проекты, ну и в том числе классическая лекционная деятельность для доведения как раз той информации, в первую очередь, достоверной до ну как молодежи, так и взрослого населения в том числе. И хотелось бы прямо отдельно выделить, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, вот то, что вы говорили, раньше нужно было и так далее. У нас есть сейчас есть война, есть экономическая война, есть боевые действия, то есть еще такое состояние сейчас информационной войны. Она, возможно, самая страшная. Да. Когда у нас сейчас вот та информация, ну фейковая, как мы это сейчас называем, недостоверной, как можно сказать иначе, доводится до людей, но, к сожалению, теми способами, которые наиболее, ну максимально ими восприимчивы, как бы основываясь на вот том клиповом мышлении, которое сейчас преобладает у нас, у наших населения, у молодежи в основном. Поэтому вот все, что у нас есть там в телефонах, все это доходит короткими фразами и фрагментами до людей, до молодежи в первую очередь, и в большинстве своем несет недостоверный такой нагрузок. С вами абсолютно согласен. Буквально вчера наткнулся в одной из социальных сетей на публикации россиянки, кстати, которая показывала фотографии, все известные, времен войны. Помните, как вот дети в окопе закрываются от немецких бомб? Она вот стала доказывать, это постановочное фото, потому что явно фотограф вот заставлял детей позировать. Я пытался объяснить, но фотограф просто делает художественное произведение, но он их попросил изобразить. Это не значит, что немцы вели себя гуманно. А она на полном серьезе стала говорить, что на самом деле немцы были культурными людьми, они старались избежать мирных жертв, что нам надо у них учиться. Просто я к тому, что вот отсутствие барьеров постепенно приводит к тому, что люди вообще теряют представление о добре и деле. Мы согласны, но мне кажется, это надо пресекать, ничего не сделаешь по-другому. Это надо пресекать обязательно, потому что это настолько злонамеренно ложь, ну обычно, либо человек сумасшедший, который вот это говорит, либо он проданный насквозь, купленный сто раз и проданный, вот специально вот это говорит, чтобы на этом зарабатывать деньги. В первом и втором случае это отвратительно. Это просто отвратительно возводить ложь на реально великих людей, патриотов, которые ценой жизни спасали Родину, потом про них сочиняя всякие пакости, это настолько мерзкая, что только пресекать, потому что само собой это не рассосется, это бесполезно. Ну и мне кажется, в этом большая надежда на обществознание, надо больше давать слово историкам, рассказывать, как было на самом деле. Ни в коем случае не закрываться и не делать вид, что этого не было. Можно рассказывать абсолютно про все, в том числе про репрессии можно рассказывать, которые, да, были, можно людям объяснять, почему они были. Про блокады Ленинграда можно вот очень много рассказать, в том числе, вот, давайте сразу развенчим миф о том, что финский маршал Маннергейм был вот патриотом России, и поэтому он сохранил Ленинград. Да ничего он не сохранял. Финляндия обстреливала Ленинград, финские войска, которые спали северо-западнее города, обстрелили. А Маннергейм, он же, ну он был офицером царской еще армии, перебрался в Финляндию, возглавлял ее, был там главнокомбан. Вот эта линия Маннергейма против нас, которая была построена, и мы воевали, война с Финляндией, зима-лето, ой, прошу прощения, осень-зима 39-40-го года. Он же там этим всем завидовал. Поэтому он ничего там не любил. Такие люди обычно мало что любят и мало что стараются спасти. Да, это глупость самая настоящая. Ну и в завершении, какие еще лекции готовит общество знания в Хаворовском крае? Блокаду Ленинграда, вот, надо послушать. Прям да. Ну, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что у нас ближайшая лекция как бы открытого формата будет проводиться в субботу на площадке Краевой научной библиотеки с 13 до 15 часов. Будет запущена предварительная регистрация для слушателей, которые могут прийти. Как раз про блокаду Ленинграда, да? Да. Про блокаду Ленинграда. И мы вторую лекцию также проведем, про Холокост. Лекции будут разделены по времени. Одна лекция будет в начале 13.00, вторая лекция в 14.00. Ну, если говорить про наши даты, про которые одни знают, другие не знают, все-таки волчаевские дни наши 10 февраля будут также заявляться. На волчаевской сопке будут активные там действия с батальными сражениями, реконструкции. Это готовит не общество знания, готовит другая организация, также общественная. Мы также на площадке научной библиотеки проведем как раз лекции, посвященные данным событиям. Ну и в завершении вопрос обоим. Вы согласны с тем, что каждое государство историю в любом случае изображает так, чтобы выглядеть более героическим? Ну, даже Прибалтика умудряется находить в своей истории что-то героическое, собственно, поэтому у них культ эсэстовцев. Но уж тем более Россия, в которой огромное количество своих настоящих героев, должна рассказывать историю так, чтобы, ну, по крайней мере, жалкими мы не выглядели. Да, конечно. И вот новый вышедший учебник в прошлом году, всероссийский федеральный учебник, отечественная история, красота период советского, отечественная война, автор Мединский, известная личность у нас в стране. Он как раз все расставил на свои места и точки над и, как говорят, проставил. Теперь освещение событий происходит объективно. Там как негативное последствие, так и позитивное. И хороший настрой такой учебника, чтобы наша молодежь, наши школьники воспринимали свою историю с положительной стороны. Не только, что, знаете, все плохо, все было там, караул, а и заслуги, достижения, они были всегда на протяжении всех десятилетий. И это очень правильно. То есть мы с вами уже говорили, что нам не надо ничего придумать. У нас и так героическая история. Но у других, у кого нет такого, такой славной истории, они ее придумывают. Где придумывают удачно, где неудачно. Где вообще коем-комизм один, как, скажем, на Украине они напридумывали себе историю, порвав с нашей истории, кстати, куда они внесли тоже. Но при том, что у настоящей Украины героическая, настоящая украинская история. Конечно, они, как весь советский народ, участвовали. Много героев, людей, которые восстанавливали страну. Замечательные наши советские люди. А они от них сами отказались. Стали придумывать вот этих монстров, несуществующих исторически. Ну, как сказал наш президент, мы тут ничего поделаем. История все расставит на свои места, а мы мешать не будем. Спасибо. В студии Политпрайма были Юрий Васильевич Пикалов, профессор высшей школы педагогики и истории Педагогического института ТОГУ, доктор исторических наук, лектор общества знания и Евгений Геннадьевич Володькин, директор филиала российского общества знания в Хабаровском крае. Мы прервемся на небольшой перерыв и потом поговорим о защите защитников Отечества. Субтитры создавал DimaTorzok